Чувак утопил тачку за 8 лям, лям. Он оказался не настолько крепким, как предполагалось. А может его машину тоже утопить? В сети появилось видео, на котором блогер Егорик в процессе съемки видео к себе на канал случайно утопил тачку Димы Масленникова. Как же машину жалко. Дима, держись, все будет хорошо. Всем привет, меня зовут Егор Шкрет, и сегодня мы снимаем классное видео, которое должно тебе понравиться, но на самом деле оно достаточно грустное. Я утопил тачку Димы Масленникова. И теперь я должен огромную сумму бабок. Все паблики это подхватили, все раздули из-за этого новость. Но самое интересное вот что. Что все это отличная постанова. Итак, ребята, момент истины. Егорик придумал гениальнейшую идею на своем ченнеле. Просто я когда услышал это, я просто, у меня мозг взорвался. Но я обратно его собрал, сейчас нормально себя чувствую. Дамы и господа, встречаю. Идет, идет, идет. Ага, привет, привет. Ну вы же меня знаете. Я бы не утопил тачку Димы Масленникова. Я же не идиот. Но это видео самый настоящий социальный взлом. На этом примере мы покажем, как сделать новость, о которой все будут говорить, и в это все будут верить. В общем, суть этого видео такая. Нам нужно очень реалистично сделать так, будто бы машина Димы Масленникова утонула в озере. Мне очень нравится пранковать Диму, потому что Диман очень внимательный, крутой чувак. И если у нас удается его пранкануть, это значит, что мы выполнили просто невероятно сложную миссию. Плюс это нравится вам, и вы ставите этому видео лайк. Тем более, мы идем к 10 миллионам подписчикам. И здесь ставочки высоки. Нужно чем-то удивлять. Что нам нужно сделать, чтобы машина Масленникова не утонула, но все думали, что она утонула. Нам нужна очень, очень реалистичная графика. И нам нужен лучший человек в этом деле. Вы только представьте, нам нужна не просто классная графика, а настоящий реализм. Чтобы вы понимали, этот человек профессиональный, как правильно сказать? Профист. Он сделает, чтобы машина утонула так, что все в это поверят. Что нам нужно для этого сделать? Поехать, снять и отдать мне материал. Нужно ли какие-то манипуляции проводить с машиной именно? Фотографировать ее или как-то там? Ну да, желательно. Это машина Димы Масленникова. И чтобы графика получилась реалистичной, нам нужно сделать очень много фотографий, а также отсканировать. Это выглядит реально мощно. То есть ты превращаешь сейчас машину в 3D-модель, я правильно понимаю, этим сканированием? Вот скан. Это скан. На лайк. Видите внизу кнопочка? Лайк. Нажмите. Мы все отсканировали. В общем, план такой. Мы сейчас всем составом выезжаем на Москваре. Скорее всего, там сейчас лед. По идее, там должно все получиться. Надеюсь, мы там не утонем. А еще расскажи, у тебя вот курсы твои, да, есть? Учишь людей заниматься, ну, типа делать графику. Да, отличные курсы, лучшие. Ребята, если что, ссылочка будет в описании. Если хотите заниматься профессионально графикой, то обращайтесь. Если вы сомневаетесь в его профессионализме, вот вам нарезочка его работы. Мы приехали на локацию. Это Москва-река? Это просто мы приехали в другую точку, короче. По нашей легенде, мы сюда приехали снимать клип. С чего начинаем? С телефона снимать? Сначала на телефон. Я с вами прям ногами очерчу пару крестов и все. На секунду, Голливуд. Делаем крест. Давайте проворачивать эту аферочку. Какой-то уже пранк Масленников по счету. Вся килька. Надо понять четко, что мы делаем. Если машина начинает тонуть, рушится лед. Да. Что ты делаешь первым делом? Пытаешься спасти свою жопу. А потом уже такой смотришь издалека на машину. Давайте попробуем. Все, поехали. Раз, два, три. Отойди дальше. Мы сняли этот фейк. Неха сказал финально, что у него должно получиться. Теперь мы отправляемся в монтажку и рисуем графон. Да. Погнали. Кстати, Егор, а что еще по плану у тебя до 30 лет? Кто может перебить этот ролик? Вот, что мы следующий снимаем? Санек, я заряжен максимально. У меня типа грандиозные планы к 30 годам. Я сделаю все, чтобы добиться всего и даже больше. Кстати, прям как мегафон. Им в этом году исполнилось 30 лет. Они столько всего сделали и вообще не собираются останавливаться на достигнутом. На секундочку. Они номер один по скорости мобильного интернета и покрытию в сети в России, чел. Да и вообще они крутые, ребята. Все, погнали, Санек. Когда я получил материал, я понимал, это великолепный графон. Великолепнейший, отличный. Это факт. Момент икс. Нам скинули видео. Уже готовый графон. Ну уже все пиздец. Ну уже супер. Она просто стоит, реально. Так уже, посмотри, она уже пипец как вписалась. Вот, мы снимаем. Ребят, дайди дальше. Он прям детали прорисовал. Номер падает. Номер упал. Это охуеть. Наша реакция плюс происходящее в кадре выглядит натурально. Причал, это вообще не так упал. Но мне почему-то кажется, что видна классная графика. Мы в хорошем качестве это снимали. Может, типа, это все похерить чуть-чуть. Вдумайтесь, он прорисовал графику воды. Вода двигается как настоящая. Вот, вы снимаем. Ребят, дайди дальше. Мне кажется, что Дима, он же очень внимательный чувак. Ну очень. Нам нужно реально похерить качество. И, возможно, даже записать телефон на телефон. Десять из десяти. Но, к сожалению, нам нужен один. Мы решили скинуть это видео нашим друзьям, чтобы посмотреть на их реакцию. Верят они или нет. Поверил, что машина реально тянула? Я поверил до момента, как вы знаете, звоните. Ну ладно, но ты был уверен. То есть ты пересмотрел ролик несколько раз? Да, да. Короче, мы просто прорисовали тачку в графике полностью. Да, реально. Да. Ну, круто. Это правдоподобно выглядит. Да. Вообще никаких сомнений. Вообще никаких. Алла, Виолетта, ты поверила? Ну, это звучит очень тупо. Вопрос не в том, как я тебе подал инфу, а вопрос в том, что видео именно само. Честно, видео просто разное. Ну, типа, максимальное похоже. Короче, мы график и просто тачку полностью прорисовали. Это выглядит очень натурально. Ну что, завтра день Х, когда мы раскидываем это видео абсолютно на все фан-аккаунты. Наша задача сейчас такова. Нам нужно сделать вид, что мы как-то взаимодействуем с машиной Масленникова. Он, скорее всего, не разрешит ее куда-то перевозить. Вот нам нужно как-то подать инфу так, будто мы с ней просто фоткаемся, ну, взяли и завезли в другое место. Но просто об этом не сказали. Нужно просто, чтобы он сказал, да, окей, сфоткайтесь с ней. А мы просто не сказали ему, что хотим на озеро ее завести. Масленникова звонил. Алло. Алло. Привет, Диман, занят? Привет, нет, нет. Короче, это вопрос. Смотри, у тебя импала вообще в Москве? Да, в Москве. Скажи, а можно с ней пофоткаться будет? Она у тебя в гараже в комнате стоит или где? Она у меня, да, у нас вниз у меня в гараже стоит. А можно пофоткаться с ней, там, к шорте какие-то поснимать? Можно, это Яна хотел? Нет, это я хочу, и Яна тоже будет снимать. Да, пожалуйста. Единственное, надо будет заранее сказать Буниеву, чтобы он прикурил двигатель у нее. А. Потому что вот она стоит уже, там, 4 месяца у нее с двигателем. Я понял, я понял. Хорошо, окей. А так снимайте, пожалуйста, на здоровье. Все, давай. Он сам сказал, что ее можно завести, соответственно. То есть он подумал, что мы ее хотим выгнать. Да, а значит, в голове у него точно соединится картинка. Как же он охреняет, когда завтра в пабликах эта инфа. Я был бы на месте Димы Масленникова, я бы сказал, что это пиздно. Теперь нам нужно переставить машину Димы Масленникова на другое парковочное место. Чтобы, если он решил спуститься и проверить, там действительно не было машины. Но если Дима будет спускаться, условно он заметит ее? Нет. Пала стоит прямо возле входа на паркинг нашего дома. А мы ее в другой конец зафигачим и не будет вообще видно. Ну, ребята, машина переставлена в другое место. Осталось немного. Отличать этот пранк от обычного будет то, что Дима сам должен получить информацию извне. Мы у Компа, все готово для того, чтобы предлагать это пабликам и чтобы они это запостили. Мы это делаем с левой страницы. Попросили знакомую, она нам предоставила страничку и теперь это выглядит еще более правдоподобно. Что, пацаны, готовы? Давайте руки. И на мышку, на мышку, на мышку. Нет, Егор должен нажать на мышку. Ладно, поехали. Все, раз, два, три. Мы написали абсолютно всем популярным СМИ каналам, а также написали еще фан-паблики Димы Масленникова. И как только паблики увидят, что в фан-аккаунтах уже это есть, и им в предложках это уже написано, они подхватят. Остается только ждать, ребята. Ну что ж, есть время поставить лайк. Сначала мы думали, что никто не запостит. Прошло уже три часа, мы уже и не надеялись. Но тут произошло это. За шесть часов больше десяти крупных пабликов опубликовали наш фейк. Егорик в процессе съемки видео о себе на канал случайно утопил тачку Димы Масленникова. Как думаете, на какие бабки загремел чел, учитывая, что это Chevrolet Impala? Все, уже процесс запущен. Диман уже в любой момент может это увидеть. А значит, надо еще люку всю подключить. Леха, короче, у тебя есть люди, которые перегоняют тачки с других стран? Мне нужно купить Диману Impala. Потому что я утопил ее, типа. За днем Магнаштерна, пи***. Вы слышали голос вообще, я поверю даже сам себе. Столяра прочитал. Конечно, конечно, есть, конечно. У нас есть Синикитос. Меня зато не удивляет, что тачка Impala просто утонула. Самый угарший Масленников даже не онлайн. Прикинь, он сейчас пока занят своими делами. А, Даник пишет! Да? Я написал. Он мне скидывает новость и говорит, что вы что там натворили? Игнор, Игнор, Игнор. Игнор. А что за видос Дима написал? Тихо-тихо-тихо-тихо. Игнор, Игнор. Он не спит. Уже нет. Он не спит. Смотри, давай тебе логично подумаем. Тебе стрёмно сейчас. Ты не понимаешь, как Дима отреагирует. Ты никогда не подъел. Да я бы. Дима меня знает. Я бы сразу позвонил, сказал бы. Надо хотя бы звуковое сообщение написать. Диман, сейчас приеду на офисе, на офисе. Короче, Диман, ты еще на офисе? Сейчас приеду. Если ты не на офисе, то скажи, куда приехать. Я бы подъехал. Продвигаем. Говорим, как есть. Алло. Алло. Умоляю, скажи мне, что информация из Макдин-Штерна, это хуйня. Его не купили импалу. К сожалению, мы реально топили импалу. Вот, я Диме уже позвонил. Ты сейчас бабушек? Нет, я сейчас Диме позвонил. Ну, он мне написал звуковое сообщение. Отправил ему. Короче, с кем я поеду, типа, реши вопрос. Ну, наверное, дам ему свою машину, либо дам бабки. Нет, подожди, ты что, прикалываешься? Ты импалу. Да, я понимаю, это. Я сам. Я не понимаю, как это произошло, честно. Я не понимаю, кто слил вот это самое конченное. Подожди, вы это, блядь, stories залили. Это не я заливал stories, это не прикол. Ну, куплю такую же, блядь. Я так понимаю, насколько она. Девушка, ты не это в России. Я понимаю, что виноват, это полный пи***. Я не знаю, что делать. Ну, буду разговаривать с Димой. Пискну, поеду, типа, решать. Зами Диме, потому что Дима в блядь. Да. Все, едем. Мы едем к Маслунку. Ребята, у нас получилось это самый невероятный видос, что мы делали. Если вы еще не поставили лайк под этим видео и не подписались на канал, зачем вы вообще смотрите этот шедевр тогда? Оценивайте и подписывайтесь на канал. До 10 миллионов очень мало осталось. Ребят, на секундочку. Это социальный взлом. Да как же мне интересно. Просто капец. Я этих эмоций не испытывал никогда, когда я боюсь за свою жизнь. Он меня задушит или он просто такой, б***, мне так жалко тачку. Нет, конечно, он тебя не задушит, но он, б***, будет п*** его, ему так. Он уже наверняка знает. Он, да, он мне написал, что за видео. То есть ты не хайпуешь, а тут реально вот такая п***ча. Б***, думаешь, я хайпую? Ну, не знаю, Егорик, ты же у нас такой. Да нет, там же видно, что его тачка. Он ее еще так любит, она еще такая. Он же ее столько ждал. Мне кажется, Дима сейчас очень-очень внимательно будет смотреть, снимаю я что-то или нет. Да, сто процентов. Как мне снять так незаметно? Вдумать. Мы ждем. Пока. Он что, камера пишет? Надеюсь, он не заметит. Блин, это палевно очень. Стихо, поколевно? Здорово? А, да. Не, ну ничего не страшного. Я вот кладу в карман просто. Петличка есть на мне? Микрофон? Чувак, это вообще, мне сейчас... Ты с ней на прикол? Да, ну ты к ней говоришь, что ты реально... Чувак, я не знаю, каким вообще образом... Стоп, подожди, ты сказал, что ты пофоткаешься с ней на парковке? Да, ты сказал, что можно... Типа, главное, что вы ее заведите с помощью Александра. Я подумал, что как бы зеленый свет, можно и куда-нибудь отъехать. И вы ее на озеро завели, правильно? Да. Это тупо ***, понимаю, но *** вышло уже как вышло. Стоп, подожди. Ты такой тупой ***. Я боялся, что мне будет конец. Я видел, насколько Дима был злой, но сдерживался. Кстати, респект ему за это, он молодец. Кто-то за рулем был в этой... Да, был Кирюха. Все, подожди, он вылез, все нормально? Да, да, мы вылезли для того, чтобы подснять кадр. Все вылезли, машина стояла полностью одна. И самое тупое, что мы еще специально такие... А давайте выйдем на лед, но не будем далеко отъезжать, мало ли. Сколько денег нужно, чтобы заказать такую же сумереки, либо возместить полную щадку? Кому-то знаешь, где в душевном отношении к машине? Ну сколько с ней возились-то? Видно, что автомобильник такой, типа, не машина, это что-то большее, знаешь, чем машина. Ты чехер закажешь такой, ну ты понимаешь, что-то, типа, это... Что еще при 50-ом замечательной сейфой? Вот представьте, как бы вы реагировали, если бы вы купили тачку Chevrolet Impala 1967 года за 8 миллионов рублей. Поэтому Диману красава. Подписывайтесь на него тоже. Ладно, должен же я сказать в последний момент, что все это графика. Настолько качественно сделано? Ладно, ладно. Это реальный пранк. Я посмотрел, думал, блин, ну вроде я с телефона только... Мы специально сделали с телефона. Я закрыл дверь. Да я закрыл дверь, все. Куртку он может тоже кидать. Пошел в жопу. Честно, как будто даже в себя прийти не может до сих пор. Да я вот 15 минут назад пытался тебя не убить. Серьезно? Честно, верил в то, что ты просто, ну, ты добр, чувак. Вряд ли ты будешь меня х***ть сразу. Все-все-все-все-все-все-все-все-все. Вдумайся уровень. Мы закинули во все паблики. Все поверили. Даже ты, Дима, поверил в графику. Дверь влил, Дима? Да. Все, я х***ть. Ты принимал этот факт, что я мог утопить. У меня реально был момент, когда я принял факт, когда ты приехал. Я на тебя смотрю, ты такой чуть-чуть, вот как будто чуть-чуть писнул в трусишке. Вот, типа, вот такое у тебя прорывает лицо. Но с другой стороны я такой, ну, блин, он же мог утопить твою. Я такая шел, захотел какать и не дотерпел. Ну что, ребят, я надеюсь, вам понравилось это видео, вы поставили ему лайк. Подписались на канал, я слежу за тобой. Ну, а мы погнали снимать новое видео. Ну, а пока, пока. Кстати, ребята, если интересно, вот справа будет видео Леши, который делал графику. Тут прям полный гайд, то, как он это реализовал. Кому интересно, переходите.